В Славянском районе 15 поселений и каждая по-своему уникальна. Но звание «самое благоустроенное» может по праву носить только одно – Кировское. Именно это поселение 13 раз становилось победителем краевого конкурса. Такие высокие достижения – это, конечно, заслуга людей. Именно они – главное богатство поселения. Кировчан, внесших весомый вклад в развитие своей малой родины, чествовали на праздничном вечере. Кировское сельское поселение имеет богатую историю. И эту историю, полную испытаний и в то же время достижений писали люди, здесь живущие. Они – беззаветные труженики, всем сердцем преданной земле, на которой родились, живут и трудятся. Именно им был посвящен праздничный вечер от всей души, организованный администрацией Кировского сельского поселения. Глава района Роман Сенеговский со сцены Дома культуры поблагодарил жителей за весомый вклад, что они вносят в развитие не только своей малой родины, но и всего муниципалитета. Плотная работа администрации, плотная работа всех жителей, наверное, дает большой результат. Сегодня многие, те, которые прошли школу здесь в совхозе Новопетровском, потом пошли работать дальше, кто-то отдал труду здесь всю свою жизнь. И сегодня мы рады друг друга видеть, рады общаться, рады вспоминать. Наверное, ради этого стоит жить. Всем успехов, удачи, всего самого-самого. Возглавляет Кировское сельское поселение Евгений Леонов, для которого эта земля стала второй родиной. И во многом благодаря именно его настойчивости и хозяйственности, Кировское неоднократно становилось призером краевого осмотра конкурса «Лучшее сельское поселение Краснодарского края». Я честно вам скажу, я не жалею о том, что я вот здесь проработал 45 лет. Сегодня было два, в принципе, повода встретиться. Это пригласить вас, мы все не вечны. Вот, были списки людей, которых уже с нами нет, но которых мы хорошо помним. Вспомнить, как мы работали, поверьте, мы работали неплохо. Неважно, какой вклад кто сделал в то время или сегодня, чтобы поселение было хорошее, вклад каждого из них позволил нам добиться того, что сегодня есть у нас. Мы с вами не шестикратные, мы с вами 13-кратные победители краевого конкурса «Лучшее поселение 15-го края». На встрече добрых друзей, именно так можно сказать о празднике, присутствовали почетные гости, среди которых депутат Государственной Думы Владимир Синеговский, депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. В 80-е годы Владимир Синеговский руководил совхозом «Новопетровский». Он развивал не только хозяйство, но и помогал живущим здесь людям. Благодаря ему здесь появились дороги и газ. За вклад в развитие кировского сельского поселения Владимиру Ильичу была вручена памятная медаль. Я благодарен вам за то, что вы с меня сделали то, что я сегодня достиг. Конечно, спасибо вам. Я вспоминаю, это был 73-й год, февраля месяц, здесь у нас Миргородский Петрий Николаевич, он меня пролимал наркотом, ну и более 30 лет уже, как я отсюда ушел. И вот то, что я чего достиг, что я сделал, это, конечно, школа была заложена здесь. И самые добрые люди, я всегда говорю, особенно когда работал в Новороссийске, самые добрые, я говорю, это себя. За большой вклад в развитие кировского сельского поселения памятные медали также были вручены бывшим сотрудникам совхоза «Новопетровский» Любови Мартынович, Анне Дудко, Вячеславу Чайке и Евгению Леонову. Работа в совхозе стала для них трамплином в успешное будущее. Завершилась встреча небольшим концертом, подготовленным народным мужским ансамблем «Самородок», который также был создан в 1989 году из водителей совхоза «Новопетровский». Сейчас этот коллектив имеет множество наград, и о нем знают не только в районе и крае, но и за его пределами. «Самородок» Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова